два вопроса когда ты говоришь людям ты ходишь на рыбалку на каяке у них сразу возникает два вопроса первый вопрос что будет если ты захочешь пока ответ такой что надо ходить на каяке когда когда ты не хочешь пока то есть пока второй вопрос что будет если какая-то огромная рыба плюнет потащить она же тебя перевернет у дочка которая имеет свойство сгибаться плюс катушка которая есть усилие плавучесть каяка все это не даст большой рыбе тебя перевернуть она тебя может потащить там скорее всего тебя потащит скорее всего вообще леска порвется если леска не порвется то тебя потащит значит скажем так что для того чтобы тебя перевернуть леска должна быть просто я не знаю просто железная такой лески просто не существует вот вам ответы на часто задаваемый вопрос почти пять метров пенис это не путать с пенисом это пенисом не имеет никакого отношения это означает Это означает, что он поймал рыбу, которая размером со сковородок Типа pan Уроки английского Если мы идем каяковым Ну, когда говорят panics, это может быть все что угодно, от 30 и выше То есть, грубо говоря, это легально Потому что сковородки тут очень разные Я хочу все тут немножко подальше выглезти На самом деле, я вот сейчас грибу в место, которое, грубо говоря, на полпути до вулкана Рангитофа Вот на середине залива, здесь потухший вулкан Рангитофа Он показывает мне меткие рыбы, что подо мной есть достаточно большая рыба Можно попробовать, тут покидать немножко Вот, и я выгребаю на полпути до Рангитото Это, получается, я нахожусь прямо в канале По которому ходят паромы и прочие корабли То есть, я прямо стою на якоре в канале, в котором уходят паромы, пассажирские паромы Да нет, что-то мне не надо Дальше пойдем Вроде нашел место Более-менее, какие-то показывают знаки эхоолога Что-то на дне клюет, опа Ну, такой Можно замерить, в принципе Может быть и тридцатничек Да нет, нет, тут мне забыть Забыл, короче, я свою тряпочку Поэтому мне приходится их ковыми руками хватать Не очень хочу это делать Ну, клев есть На дне такой нормальный Напоминаю Телезрителям, что в Новой Зеландии Есть лимит Меньше тридцати сантиметров Вот этих вот снайперов Брать нельзя Поэтому я их отпускаю Если вы смотрите, думаете, что он дебил, что он все большие, хорошие отпускают На самом деле, дело в том, что он такой плоский Там в нем особо и мяты нет То есть он меньше тридцать сантиметров Я уже, по-моему, говорил Там показывают просто какие-то такие косяки сейчас ходят Подо мной Огромные О, как тяжело вытащить Акула, походу, не знаю Или большой снайпер Или большой снайпер Чтобы они акула Опять не люблю Кружит, как акула А, это Геннард Я его просто за бошку цепанул Смотрите, какой красавец Нормально? Это Геннард За глаз его Нормальный Нормальный Хороший Хорошего размера Смотрите, как он спускает крылья свои Давай, давай Зараза Острый Как я взять Сволочек Ха-ха-ха Вот такую рыбу вы на них ловили Да, конечно, этот клюв сегодня сумасшедший Ну просто рыба маленькая Ух Беги Сразу Беги Туку закинул сразу пираньи снайперы хуже пираньи это как ловить пираньи только упало на дно сразу та же самая что-то не загнуло нормально так походу все то же самое вот это чуть побольше ветер короче поднялся обратно будет уже тяжело хочу сейчас немножко за риф зайти чтобы хотя бы не так сильно ветер меня дул иногда это тяжело ходить на рыбалку на каяке когда ветер сильный бывает не очень приятно особо этот переход я не хочу видеть именно вот из-за того что он обратно будет идти очень круто так прикольно когда пасаешь якорь я думаю здесь не сильно изменится ситуация а здесь скорее всего тоже куча мелких снайперов на дне и все оттуда я ушел потому что мне уже надоело снимать их из крючка мелочи там посмотрим может здесь будет получше и как будто они договорились ребята все кто больше 30 сидим дом все походу я порезался когда нету тряпочки нашем деле главное тряпочка тряпочка главный аксессуар у меня просто наживка такая большая что подсекать нету смысла думаете почему я как раз потому что наживка она очень большая она специально как мы здесь вешаем блин кровь не ходит не хорошо он может быть кусает ее там где крючка и нет вот и просто у него изо рта короче фэрри идет прямо в зону сейчас посмотрим может он будет гудеть надеюсь что я на якоре сижу на канале надеюсь он пойдет в кадр ну он пустой вообще сейчас будут волны оттет более-менее вроде бы нормальная наконец-то блин после стольких отпущенных мною маленьких снайперов наконец-то нормально не но этот сто процентов только что акула поплыла короче спрашивайте что будет если клюнет акула ну что будет берешь ее вот так вот просто и отцепляешь какая зараза противная мелкий акуленыш вести давай она даже когда клюнуло такое ощущение другое как не как у снайперов она так и куда бы пытается тащить далеко еду домой по итогу у меня один снайпер и один гонор я не знаю что такое гонор как по-русски правильно наверное у него есть какое-то название официальное на русском но я его не знаю очень красивая рыба особенно когда она вскрывает свои планики много было гребли сейчас пришлось очень неплохо погрести чтобы приплыть обратно потому что ветер с берега как бы дует и ты когда гребешь в сторону берега тебе очень трудно плохой день на рыбалке это хороший день как я и говорил я обязательно пойду и снимаю вам город я хочу показать вам город мне очень нравится стиль в котором назар снимает его идеи во многом совпадают с моими я в принципе прихожу сейчас здесь таким же выводом по поводу всей вот этой западной жизни не то что она меня не устраивает но просто я не то что я в ней разочаровался просто мне кажется что у людей которые приезжают из постсоветского пространства западные страны у них как бы представление идеализированное западных стран как бы здесь очень много своих проблем и они никуда не деваются и поэтому я считаю просто нужно вам показать некоторые моменты так вот я заказал кое-какое оборудование которое поможет мне просто снимать вот так вот сходу да ну на ходу скажем так и я как бы уже знаю место куда пойти чтобы найти вам самых сочных и самых классных бомжиков просто показать вам как живет центр города в стране из топ 5 стран по уровню жизни в мире поэтому спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки всего хорошего до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...